Маска, перчатки, антисептик – это обязательные атрибуты общероссийского голосования по поправкам в Конституцию. Как на избирательных участках будут обеспечиваться условия безопасности его проведения, узнаем в территориальной избирательной комиссии. Безопасность всех участников голосования – это наш главный приоритет. Эпидемиологическая ситуация в стране диктует свои правила проведения голосования. Важно максимально оградить от возможного контакта с опасным вирусом и сохранить здоровье как избирателей, которые придут на участки, так и тех, кто будет обеспечивать голосование в период с 25 июня по 1 июля. Все члены участковых избирательных комиссий будут в масках. Все члены участковых избирательных комиссий будут в перчатках. Все избиратели, которые придут на избирательный участок, обязаны будут быть в маске. Уже мы получили и раздали на участковые избирательные комиссии перчатки, запас масок для каждого избирателя, который непосредственно придет на участок. Средствами антибактериальными, спреями обеспечены все участковые избирательные комиссии обязательно. Также на участках обязательно каждому избирателю будут измерять температуру, бесконтактно. Также члены участковых избирательных комиссий будут оснащены специальными экранами, в которых они будут находиться во время проведения голосования. Минимум контактов между людьми будет и в самой процедуре голосования. В этот раз избирателю не нужно будет отдавать члену УИК свой паспорт. Достаточно его просто дистанционно показать. Избиратель находится от члена УИК не ближе, чем 2 метра. Паспорт он показывает в маске на расстоянии, сняв на секунду маску, одев его обратно. Показал паспорт, ему подвигают списки, в галочке расписывается, получает бюллетень. Показывает дистанционно с 2 метров. В этот раз в списках избирателях паспортные данные сразу же будут распечатаны и готовы для членов УИК. Каждому избирателю выдадут индивидуальную одноразовую ручку. Потом ее можно будет выбросить или забрать с собой. Необычно в этот раз будут выглядеть и кабинки для голосования. Шторок в этот раз на кабинках не будет, не удивляйтесь. Это сделано специально для бесконтактного захода внутрь непосредственно кабины, чтобы не соприкасаться со шторкой, которая могла касаться другого человека. Большинство избирателей будут голосовать на своих привычных участках. Сейчас в каждом помещении стараются предусмотреть сквозную схему движения, сделать вход и выход отдельно, чтобы потоки людей не пересекались. Избиркомы просят с пониманием отнестись ко всем мерам безопасности, не игнорировать никакую мелочь, особенно маски. Просьба все-таки соблюдать меры предосторожности как для себя, так и для членов участковых избирательных комиссий. И относиться к этому серьезно. Обязательно серьезно, потому что это в первую очередь и наше, и ваше здоровье. Если человек не захочет маску надевать, ему не дадут проголосовать? Нет. Это обязательные условия для голосования. То есть на каждом участке будет присутствовать полиция. В порядке голосования, утвержденной Центральной избирательной комиссией, четко прописано обязательно наличие средств защиты. Без этого, к сожалению, сейчас проголосовать не получится. С соблюдением всех мер безопасности будет проходить и голосование на дому. Об этом расскажем в следующий раз. Ирина Микеда, Валерий Жиглей, Щелковское телевидение.